коллеги рядом со мной лидия макшейн это спикер нашей деловой сессии здравствуйте здравствуйте сергей очень-очень взаимно общаемся мы с вами не в первый раз и к счастью не второй хочется спросить во-первых как дела что у нас происходит сейчас вы как эксперт должны на все вопросы не ответить да помимо того что есть развитие рынка развитие рынка там зож сейчас еще сильно развивается экологическая тема устойчивого развития в продуктах питания так и собственно говоря в ритейле тоже как эти продукты продать ответственное потребление экоупаковка там утилизация уменьшения потерь и все это как бы добавляется к пользе продукта к здоровому питанию слишком много векторов которые нужно учитывать сейчас идет жесткая перестройка этого рынка по всем фронтам или все-таки мы как-то плавно к этому идем я бы сказала плавно но вот это вот экологическая повестка устойчивого развития это запрос как потребителей ну непосредственно наших покупателей так и запрос инвесторов и регуляторики поэтому она идет плавная но массированная как бы вот много производителей в это дело включается то есть все потихоньку программы добавляют улучшают как поменять там упаковку как переработать ее то есть это прям вот по всему рынку идет такой постепенный сдвиг плавно но необратимо просто со страшной силой необратимо да и вопрос такой как она все это реагирует все игроки рынка кто-то уже принял кто-то не хочет это принимать идет в штыки насколько безболезненно это происходит для рынка все понимают что это нужно или все-таки сталкиваются с какими-то проблемами я бы сказала что все понимают что это нужно что это как бы не избежать это прям вот реалия которая должна быть некоторой такой становится гигиенический минимум но безусловно вводить стандарты там менять производство это все долгий процесс поэтому затрачиваются средства и так далее поэтому сдвиг он постепенно происходит но в целом что можно сказать как например ритейл диктует разрабатывает даже скорее рекомендации рекомендательные документы там по упаковке которые там ждут покупатели они ждут то есть это некоторое вот такая централизованное движение рынка она помогает и как бы задает вектор помогает двигаться сфокусирована не не делать каких-то лишних движений то есть я просто как член рабочей группы еще арсистейнобилити тоже как бы вижу что рынок консолидируется с тем чтобы эффективно это отработать и сделать некоторым единым стандартам можно так сказать зная вас вы на подсветки интересные моменты которые не очевидны например для всех игроков рынка да может кто-то что-то не видит на ваш взгляд что у нас такого интересного происходит сейчас в ритейле вправо в правовой базе и так далее может быть что то да что вдруг не было трендами прошлых лет и сейчас ярко-ярко выразилось или например не очевидно для всех я бы сказала направление plant-based аналогов растительные аналоги животных продуктов вот это сейчас такое как бы направление которое уже заявила о себе но вот туда как бы скапливаются силы и она скоро прям очень сильно растет и во всех категориях будут появляться продукты есть и занимать все больше и больше сил и это все отъедает как бы место у категории традиционных продуктов то есть была там молочная категория до добавилось там растительное молоко в кавычках да там у мяса там тоже как бы появляются аналоги рыба рыба йогурт и мороженое то есть вот везде шоколад был там кондитерка стала тоже только растительная и вот такой вот shift такое смещение отъедания он как бы во всех этих движется и ну как бы будет менять картину как в ритейле в регуляторике так и конечно ассортименте производителей участие мало того что органик мало того что эко и еще и замена традиционным продуктом на растительные да это может быть одновременно это может быть по частям то есть экологичность безусловно да и растительные вот варианты да я лишь хочу чтобы наши ученые сильно думали в этом направлении и наконец-то мы могли бы уже получить съедобную упаковку потому что мы могли бы развернуть товар там скушать его и при этом потом положив в микроволновку на 15 минут эту самую упаковку соответственно также за ужином скушать далек или тот час к слову сказать такие разработки есть уже сейчас они на рынок выходят там где-то вопрос экономики применимости и тут есть еще такой момент что эту упаковку так как она упаковка все-таки она барьерно защитная нужно ли ей может быть еще дополнительная упаковка так чтобы можно было съесть это бесконечный процесс да но в общем много инноваций есть и в упаковке в самом продукте в хранении сохранении свежести это все это вот прям отрасль ну скажем так направление футех продуктовая она прям этим занимается да замечательно я надеюсь что каждый наш с вами общение по каждый раз будет приносить что-то новое для наших слушателей мы будем знавать новые какие-то события и надеюсь очередной наш с вами диалог будет уже построен какие-то максимально фантастических историях которые о которых мы только могли мечтать сергей да с удовольствием рада пообщаться обменяться поделиться новостями ну и пусть все как бы это приносит прибыль как ритейлу так и производителям все это будет реальностью а не только там какой-то космической инновацией да аминь